Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007 И сегодня мы посмотрим, каким образом игроки в Старкрафт 2 пытаются выгрызать, выжимать, выдавливать, вырывать победы из последних сил, перепробовав всё, что только можно добираясь к базам врага просто всеми возможными и невозможными способами, например, ползком, например, в этом прекрасном ЗВЗ Слева сверху на карте Симулакрум появился Ваня из команды Блэк Сотня Его соперник, финский зерк корейского происхождения, это Жуглянг Вообще довольно интересный персонаж Знаменитый тем, что меньше года назад на Asus Rogue он чуть не оставил в дураках самого Серла Взял у того сет в ЗВЗ в макро и вообще там выглядело очень здорово Сейчас он играет не просто против Вани, а против 12-го пула Вани Гиперагрессивная стратегия от российского Зерга Вот такой вот у него дебют, дебют в рамках которого Вани пытается отжать как можно больше дронов у финского корейца или корейского финна И добивается очень классного результата 8 уничтожных дронов это определенно результат топ уровня Даже 9, даже 10-го добил Вани Ну, на самом деле В большинстве случаев Можно уже говорить, что это что-то вроде ГГ Ну, по крайней мере, если бы я комментировал, да, вот этот матч вживую Я бы сказал, ну все, ребята, это В принципе, вполне очевидное ГГ Какие тут еще опции? Никаких опций нет, все, у Вани там 17 дронов Да, он плетку ставит на всякий случай Понимает, что, в принципе, главная опция Жиглянга Это какая-то контратака массовыми собаками Благо у финна собрано довольно много газа Но мы видим, что Жиглянг пока предпочитает просто ставить криптумор И даже двумя королевами идти вперед Охотиться за оверлордами Ваня достроит плетку, да? Да, достроит, не будет рисковать Опять-таки, понимает, что рисков довольно много Здесь, похоже, королевы Жиглянга будут весело себя чувствовать Потому что у Вани сейчас нет ничего на карте Ваня заказывает сразу трех оверов Потому что он понимает, что будет сапплай-блок И нужно из этой ситуации как-то выбираться Но в любом случае у Вани полный порядок по экономике Другое дело, что из-за этого сапплай-блока Мы видим, что Жиглянг оппонента догоняет по количеству дронов А то и перегоняет И это означает, что теперь уже все не так уж и плохо для синего зерга Вот так вот просто забрав у соперника оверлорда Загнав в глубокий сапплай-блок Жиглянг для себя ситуацию выправил После десяти потерянных дронов на старте игры Естественно, мы видим, что пытается немного обмануть С его соперника Жиглянг Например, здесь он заказывал апгрейд на скорость собакам Из-за чего, видите, такая небольшая анимация появилась у Пула Вообще большинство зданий в Старкрафте, которые что-то производят Или в которых что-то происходит Имеют вот такую анимацию Которая позволяет понять, здание работает вообще или нет И поэтому Жиглянг вот продает Ване историю про то, что у него там будет какое-то количество собак На самом деле собак не будет Будет ставка сразу на роучи от Жиглянга Здесь продолжают получать оверлорды Вани Но, естественно, этого оверлорда уже забрать не так просто Что будет делать сам Ваня? У него пошел лейер И пока мы не совсем понимаем, на что он будет тратить свои деньги Потому что, в принципе, уже можно заказывать грейд на роучи Если это игра именно врачей Врач не в смысле медик, а в смысле роуч В роучей Но пока Ваня заказывает грейд плюс один на коготь И это совсем другая стратегия Плюс один на коготь Апгрейд на скорость собакам Ваня собирается играть именно в зерлингов Скорее всего, с переходом в муталийска В то время как Жиглянг играет именно в роучей И третья база у Жиглянга делается намного раньше Вообще ситуация для Фины сейчас выглядит куда более лицеприятной Я бы так ее охарактеризовал Ваня просто вкалывает инъекции Копит собак Он построил более чем достаточное количество дронов для двух баз Пробивает свою собственную стенку Потому что иначе через нее элементарно не будут нормально проходить юниты Стенка пробита И теперь можно ставить третью базу А затем бежать вперед своими собаками Только, конечно, нужно до последнего Не показывать сопернику, что идет игра именно в зерлингов Жиглянг уже уводит домой оверлордов Подозревая, что там может быть мута Потому что, видите, лейер два газа Мута действительно будет Просто куда позже, чем кажется Жиглянгу Уже Финн заказывает закопку То есть у Жиглянга есть понимание Что, наверное, придется ему вести такую, знаете, партизанскую войну Ну и сейчас у него появится понимание Что соперник гигантским количеством зерлингов Хочет оказать серьезное давление Но Жиглянг к нему готов превосходно Ничего не добьются эти собаки Потому что роучи уже с плюс один на атаку Со скоростью Более того, сейчас сами роучи готовы идти вперед И для Вани это очень серьезная неприятность Потому что, очевидно, именно вот В это мгновение, да, посмотрите на лимиты 67 на 104 Ваня, мягко говоря, не готов драться Да, сейчас появится плюс один на коготь Но это все равно не панацея И Ваня начинает просто Обстраиваться кучей эволюшенов Пытается закрыть здесь стенку Две королевы с полным запасом энергии тут Но особо долго они все равно жить не будут Да, 10 мотолисков уже в продакшене И это, в принципе, неплохо Но на практике все равно слишком долго им убивать роучи И другое дело, что здесь забегают собаки Одновременно на две базы Жиглянга Поэтому экшен начинается, как обычно в наших роликах На двух фронтах Именно такие расклады превращают игры в безумно интересные Но посмотрите, как остроумно играет Жиглянг У него как раз готова закопка Поэтому он просто закапывает своих дронов В то время как у Вани такой возможности нет Поэтому дроны Вани находятся под ударом И выживает всего 14 Ваня пытается своими лингами с плюс 1 охогать добивать хаты И вроде бы ему это удается находить на натурале Или нет? 30 хп, 20, 10, 5 хп На 5 хп выживает хэтчери Просто фантастика Но ее надо попробовать как-то добить Здесь уже появились и закопка, и подземное перемещение У Вани всего 19 дронов Кругом по его базам ползают роучи Страшная картина на самом деле Вне зависимости от того, как вы относитесь к тараканам Вот такое количество ползающих по всех ваших, так сказать, комнатах насекомых Это в любом случае плохо И Ваня, конечно, будет вынужден очень долго и тщательно дезинфицировать все углы своих комнат Вот, начиная с этого Найдены три таракана, уже никуда не денутся Никакого дополнительного урона не нанесут А что в это время делает жиглянг, спросите вы Ну, он, конечно, бесконечно рад тому факту, что его хэтчери выжило Я думаю, Ваня даже не знает, что она выжила именно на 5 хп То есть он просто как-то там дал лингам команду воевать Да, и я думаю, даже не смотрел, сколько осталось хиппоинтов Он в это время был занят своими муталистками Муталистки поделены на две группы Для того, чтобы пытаться отвоевывать все базы поочередно Тут продолжают где-то ползать, 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 ползать Эти тараканы жиглянга Ползком к успеху идет Финн Все нормально, ребят Все как и положено по задумке нашего ролика А Ваня, ну что, Ваня вынужден летать сюда муталистками За всеми этими роучами Ну, а что он может сделать? Вот еще один таракан противный Видите, что вытворяет? Заставляет дронов превращаться в справовые колонии Снова закапывается Медленно летают аверсиры, конечно, без апгрейда на скорость Тяжело приходится Роучи ползают быстрее, чем аверсиры летают Понимаете, весь абсурд ситуации Здесь летает вторая группа муталистков Находит одну королеву Это приятное приобретение Приятная находка Но в целом куча королев с плюс один на атаку Определенно сможет дать отпор Мне кажется, что Жиглянг зря так паникует Еще две справовые колонии ему совершенно не обязательно нужны Буквально одной споры хватит для такого количества королев Посмотрите, как далеко уже протиснулась эта дорожка слизи Финского зерга И он идет вперед своими справовыми колониями Вот так Одна спора закапывается Но королевы не успевают бросить в нее трансьюз Поэтому одну спору у оппонента Ваня забрал У Вани уже все хорошо По лимиту у него 40 дронов на 27 Жиглянга На самом деле никто не мешал синему зергу нормально раскачаться Но он выбрал именно такой формат стратегии Просто идти вперед королевами, роучами и лингами Не давая сопернику времени и возможности отстроиться Немного слизи забирает у оппонента Ваня Но не знаю пока хватит ли ему этого 25 мотолистов на карте Да, против 10 королев это смотрится неплохо Но Жиглянг продолжает ползти в этой игре Сначала он ползал роучами Сейчас он ползает спорами У него только такой способ одержать победу Забегание лингов призвано отвлечь Ваню И справляется Жиглянг с этой миссией Линги забегают на натурал Линги забегают на мейн Очень серьезные потери несет Ваня Естественно за это время роучи, королевы и споры проползают вперед У Вани только мотолистки Больше у него ничего нет На карте никаких боевых юнитов До 30 мотолистков уже на 13 королев со спорами На самом деле 30 мотолистков даже без апгрейдов Это очень серьезно Хотя мне кажется вместо одного мотолистка Уже давно можно было бы попробовать инвестировать плюс один на атаку Но это не важно Важно то, что на данном этапе мы видим Жиглянг чувствует себя очень комфортно Он уже соединил с Лизью свои базы и базы врага Здесь уже просто сплошной такой слизевой маршрут есть Естественно будет перемещаться Жиглянг все дальше и дальше Он будет ползти вплоть до момента Пока не окажется на базах соперника Ваня просто продолжает клепать муту безостановочно И мотолистков становится все больше И королев со спорами становится все больше Слизевая дорога вновь объединена Жиглянг знаете такой строитель Которого ничего не разворовывают Сказали построить дорогу Вот он построил дорогу Все в полном порядке Споры идут вперед Трансьюзы их спасают от залпов мутолистков Одна спора все же была уничтожена Но вторая закопалась уже на хайграунде Это новый опорный пункт Ваня делает плетки Будет ли здесь битва статической обороны Споры против плеток Кто знает Но возможно мы увидим именно это При этом против плеток есть роучи Ну против спор понятное дело Есть мутолистки Королевы тоже могут против плеток повоевать Хотя наверное не так эффективно Плетки Вани начинают долбить Споры Жиглянга Посмотрите Ваня прям фокусит Фокусит плеткой спору Когда еще вы такое увидите Вы посмотрите на эту дуэль На эту великолепную дуэль Споры против плеток Кто кого Мутолистки подлетели Ну да они весомую такую правку вносят Инфестр появился у Жиглянга Вот это да Это к слову тоже очень интересный инструмент И как-то Жиглянг немного подзастрял Вроде его большой слизевой путь Должен помогать продвигаться все дальше и дальше Но есть ощущение что эти плетки Вани пробивать довольно сложно Поэтому действительно инфестры бы пригодились Со своими микозами Особенно когда мутолистки будут залетать на споровые колонии Спора же тоже не так-то и много Здесь всего две Всего две споры Всего девять королев Роучи просто тупо уползают Непонятно куда Непонятно чего они боятся Чего вообще хочет Жиглянг добиться этим уползанием Роучи Может он какой-то Нидус придумает, нет? Да, естественно Ваня тут же начинает разделять свою армию мутолистков Видишь, что Роучи куда-то уползли Можно за ними попробовать поохотиться Ой, здесь видимо какой-то мисклик у Вани Может быть где-то случайно F2 чнал Что это? Это запирание такое То есть Жиглянг королевами и спорами просто запер соперника Но Ваня же может перекопаться В какой-то момент Опа! Здесь как раз подоспели микозики Инфестр вместе с королевами сейчас ведут войну Помните эту хату? Она до сих пор на красный хп Но Ваня ее видимо не сможет добить Она начинала восстанавливаться с 5 хп Сейчас у нее 160 Мутолистки харасят на мейне Здесь Ваня продолжает просто копиться Ну, королевы, да, могут просто физически помешать плеткам закапываться Но Ваня уже и собак добавляет Я напомню, что у собак есть плюс один на коготь Поэтому они будут полезны А Роучи вот что сделали То есть Жиглянг сделал вид, что он отступил куда-то прям бесконечно далеко назад И Ваня как бы об этом ничего знать не может Ваня боится Нидуса Это просто самая уникальная картина Которую я вообще когда-либо видел в ЗВЗ, ребят Крипы соединились Ну, естественно, вражеский крип вижена не дает, да Поэтому просто ускоренное перемещение Получили зерги по всей карте Ну и при этом один играет чисто в воздух Другой чисто в землю Снова инфестр отбрасывается микозом Там же, как только Жиглянг выйдет из соплей блока Он будет муталисков заказывать Тут что делают королевы? Королевы уходят домой? Да, королевы, похоже, объявляют план эвакуации Жиглянг видит, что королев дома становится недостаточно 10 оверов в заказе у Фина Будут ли у него дальше личинки просто На то, чтобы заказать гидролисков непонятно Но королеву Жиглянг потерял Здесь внезапно прибежали роучи Разобрались с собаками Но через стенку из плеток Они пройти не могут! Королевы назад! Назад срочно под споры! Нет, королевы не успеют убежать назад Роучи подбегают, чтобы принимать часть сплэша на себя Это довольно мудрое решение от Жиглянга Оно немного помогает, действительно Но ключевое слово, немного Все, королевы отлетают Уходят домой И Ваня может снова занимать третью базу Но тут, конечно, не спешите объявлять победу синего зерга По очень простой причине На карте появляется куча гидролисков У которых 2-1 апгрейды На 0-0 мутолисков И на 1-0 довольно-таки бесполезных на данном этапе игры собак Поэтому здесь у Жиглянга по-прежнему хорошее преимущество Что характерно и по экономике Посмотрите, в два раза больше минералов добывает Жиглянг И по составу армии, и по качеству армии Гидророучи, королевы, грейды 2-1 Это намного лучше, чем 0-0 мута 1-0 собаки Поэтому картина такая Все еще довольно сомнительная для Вани Вот если бы Ваня хоть на каком-то этапе Попробовал добить эту хату Ну, он, может быть, много всего потерял бы Но, может, и забрал бы хэтчери И, конечно, у Жиглянга дела бы пошли намного хуже По экономике А так, смотрите, что происходит Жиглянг снова кругом проползает Сейчас в плетке будут выбивать криптуморы Появился здесь Иверсир С вражеским крипом действительно надо разбираться Потому что у Жиглянга полный вижен того, что происходит на базах соперника Да и вообще крип Ване не выгоден Потому что для его зергангов и тем более муталистков Крип абсолютно не нужен Контроль карты и так будет за счет мут и оверлордов А вот ускорение гидророучем и королевам Что самое главное, Жиглянга Это совсем не то, что нужно Ване Поэтому Ваня всю эту криповую дорожку Ну, ладно, не криповую, все-таки криповую Хотя, может, и немного криповую Сейчас забирает И дальше не так весело и вкусно будет перемещаться Жиглянгу Ну, я не знаю только, как тут в лоб драться То есть Ваня действительно может перехватывать каких-то отдельных гидролисков Которым, тем более, пока не готов апгрейд на дальность Именно скорость делает первым апгрейдом Жиглянг Ну, это... Ой, не надо своего роуча бить Это означает, что гидролискам действительно будет веселее жить вне крипа С кридом на скорость Но при этом их боеспособность будет чуть меньше Но все равно грейды 2.1 на 0.0 Это дико решает 18 гидр на 21-го муталиска Конечно, гидролиски победят с такими грейдами Это даже не обсуждается При соотношении 1 к 1 или около того У муталисков шансов нет Надо хотя бы полтора к одному Чтобы за счет сплэша ликвидировать эту разницу в апгрейдах Ну и, конечно, есть по-прежнему группа роучи Они будут помогать Потому что будут идти вперед и танковать против плеток Никаких бейлингов на карте нет Была группа собак, но она уже где-то была уничтожена У Вани снова На карте только дроны и муталиски Больше нет ничего Ваня включает план перехвата Он срабатывает Минус королева и пара гидр Так как нет дорожки и слизи То негде закапывать споровые колонии В итоге возвращается домой Жигелианг Ой, это же та самая хата на красный хп И Ваня ее добил Ваня наконец-то добил эту хату Но это уже другой разговор Тут еще королевы попались, Жигелианг Мне лучшим образом расконтролил Но вот что значит нет слизи Видите, сразу другие расклады на карте Минус все королевы Это очень приятно для Вани Радикально, правда, я бы не сказал, что что-то меняется Тем более тут опять Опять кругом роучи Что ж это за тараканье гнездо такое Что это за выводок Которые Ваня никак не может выбить со своих баз Снова, смотрите, расползлись, разбежались в разные стороны И 21 дрон был потерян Ване Вообще за эту игру он уже 64 потерял 25 на 34 по рабочим Жигелианг все еще впереди по экономике Несмотря на потерю этой хаты Но у него уже пошел тут лон-дистанс майнинг Споры никак не могут где-то закопаться 24 дрона выживает у Вани Ваня ставит бейлинг-нест А жигелианг добавляет инфестров Для того, чтобы все-таки контролировать перемещение этих муталисков Похоже, минус пар оверов для Вани Кстати, неприятно, потому что с такой экономикой Российскому зергу будет довольно тяжело Заказывать еще и новых оверлордов Ко всем своим прочим экономическим потребностям На майне всего две споры Но, по-моему, нет особого смысла инвестировать в уничтожение этого лейра Да, надо по-прежнему просто перехватывать отдельных юнитов Или отдельные споры врага Именно этим, в принципе, и занимается Ваня Продолжает просто летать по карте И угрожать жигелиангу изо всех своих сил Уже морфит каких-то бейлингов Да, тут, видимо, снова какие-то тараканы были Но, похоже, избавился Да, все, популяция тараканов уничтожена Официально Смотрите, как жигелианг интересно армию разделил У него с каждой стороны по инфестору Куча гидролизков Забрал он ченджлингов Ну и по-прежнему грейд 2.1 на 0.0 В этом плане ничего не изменилось Делается только грейд на скорость перемещения бейлингом у Вани Именно на этот апгрейд будет ставка Можно сделать минус пул Это вроде бесплатно Если для уничтожения лейра придется все-таки залетать на территорию Которую покрываются правой колонией То пул можно действительно забирать бесплатно Осторожно, тут инфестор Да, для Вани сейчас непростые времена настали Потому что один неудачный маневр И вот такой микос может заставить Ваню отдать Честь муталийского Вот этот микос, конечно, был в холостую 27 муталийского на 27 гидр Соотношение по-прежнему один к одному И у гидролейского наконец-то готова дальность Которая сделает их куда более грозными бойцами И против мута, и против бейлингов Ваня снова начинает свой харас На сей раз достается главной добывающей базе Жигелианга Ваня уже вроде немного так восстановил добычу на своей хате Сюда приползает один таракан Второй таракан остался дома Это новое поколение роучей Ой, только не надо, не надо бейнами, пожалуйста, взрывать тараканы Наверное, Ваня просто и в 2 чину Но тут, конечно, очень важно не допускать таких ошибок Роуч сделал 2 фрага и уполз Ну и, конечно, воспользовался Жигелианг тем, что вернулись домой муталийские Для того, чтобы выйти вперед Гидра идет Инфестеры ползут, королевы ползут Снова ползком перемещается армия зерга Доползает до нужной территории Ваня прячет бейлингов Группа бейлингов идет вперед И как раз доходит до гидролисков Микос был потрачен в муту Хотя, по-моему, стоило бы потратить его в бейлингов Все равно очень много битых муталистков Еще есть микос Но он не по всему стеку муты попадает Мута живет, подходят королевы Но их слишком мало И появляются еще и новые линги и бейлинги Муталистки фокусят королеву одну за другой Жигелианг проигрывает эту игру Джиджи и Ваня вытащил просто феноменальное ЗВЗ На своем контроле муталистками И на своевременном заказе бейлингов Давайте посмотрим, как можно добиваться успеха В матчапе протаса против зерга На ваших экранах еще один поединок С участием российского Старкрафтера HTT Enigma Игрок за расу протасов Появился в левом нижнем углу на карте Этернал Эмпайр Играет он против одного из главных Креативщиков мира второго Старкрафта Ну, исторически Я бы не сказал, что что-то очень крутое придумывает в современном Старкрафте этот парень Но исторически он считается одним из наиболее креативных игроков Когда-то вообще катал за рандом Liquid TLO В правом верхнем углу Немецкий Zerg Когда-то рандом Ныне он проживает в Канаде И не так часто играет на европейском сервере И сейчас посмотрим Как он сыграет против Энигмы Энигмы, который Открылся, мы видим Стандартным дебютом Старгейт Оракул Феникс Стенка Все предельно понятно Куда-то там ехала пробка Энигмы Но, скорее всего, это был просто мисклик Тело сделал группу собак Думаю, по его задумке Эти собаки просто должны не позволить Энигме Так просто выйти на третий Нексус Но мы видим, какая задумка у Энигмы на самом деле Третий Нексус это хорошо Но он подождет Главное, это два Старгейта Фениксы Вот на что будет делать ставку российский протас Тело Ставит справа и колонии По стандарту, как положено В принципе, против Старгейта Ничего здесь Экстраординарного не происходит У Тело делается лейр Сколько королев? Пять королев на карте Против Фениксов, конечно Этого будет недостаточно Тело сейчас убедится, что у оппонентов До сих пор нет третьего Нексуса Это немножечко подозрительно Но, объективно На данном этапе нельзя сделать Какие-то прям Жесткие выводы На тему того, чем именно занимается Энигма Тем более, что, мы видим, Энигма Проинвестирует обязательно в третий Нексус Прямо сейчас Пока он просто пытается выйти из сапплай-блока Пять Фениксов построено На самом деле, как для двух Старгейтов Наверное, не очень много Накопила Энигма Но, по его задумке Пяти Фениксов Наверное, будет достаточно на этом тайминге Для того, чтобы серьезно Тело попугать Тело пока заказывает новых дронов Королева у него тут рядом со справой колонией Так, чтобы нельзя было их Фениксами бесплатно позабирать Но Фениксы забирают по большей части дронов Именно на этом фокусируется Энигма Тут можно и за Оверлордом поохотиться Самое главное — отводить битых Фениксов Что очень толково делает Протос Поэтому пока Тело не может никак противостоять этому Харасу Странно, впрочем, что Энигма довольно быстро переходит в землю Даже как-то вот не собирается он Продолжать использовать все ресурсы двух Старгейтов А Тело, мы видим, делает двойные апгрейды На Зерлингов и Бейлингов 1-1 на Коготь и Армор И Грейд на Скорость Бейном Вот что в заказе у Тело И тут же довольно быстрый Инфестейшн Пит Знаете, на что это похоже больше всего? Вспомните, был такой эпизод секретного агента Когда я поставил себе целью играть в слонов Во всех матчапах за Зерга И не могу сказать, что получилось прям совсем круто Но объективно было неплохо Тело, по-моему, только что очевиднейшим образом дернул F2 Прям мега очевиднейшим Со всех сторон карты побежали собаки Прикольно Так вот, по поводу игры в слонов Обязательно посмотрите тот эпизод секретного агента Если не видели, наверное, один из Наиболее оригинальных выпусков Который собрал много просмотров и хороших отзывов И вот у Тело сейчас я прям вижу эту картину Да, два эволюшена Чисто через Линга Бейна Вон пытается сыграть в слонов Это довольно сложно Это действительно Накладывает очень серьезные ограничения на Зерга Но понятно, что Тело это делает не ради челленджа Не ради какого-то ролика Он это делает именно ради того, чтобы получить победу в этой игре Это вполне адекватная стратегия Что касается Энигмы Во что он дальше будет переходить Ну, у него один роботикс Да, мы видим довольно много гейтов Такая очень аккуратная стеночка на третьей базе С полностью закрытой фотонкой Энигма просто будет играть в Иммортала В Зилла Тавархонов И это... Причем даже не столько в Иммортала, сколько в Зилла Тавархонов Это, конечно, оптимальный стиль против Линга Бейна Посмотрите, что вытворяет Тело У Тело всего 62 дрона При этом у него даже макрохаты нет То есть он просто с 4 хэтчери клепает Линга Бейнов И он морфит просто дикое количество Бейнов Которое сейчас будет врываться на базу Энигмы Включается Оракул Ему надоело просто смотреть на это безобразие Бейнинги вкатываются с разных сторон Конечно, Энигма готов с форсфилдами Но Тело грамотно отступает На время забегает Лингами уже в минеральную линию На третьей Там пока помогает батарейка Тело пошел Во вторую волну Бейнинги взрывают Архонов элементарно И в этот момент, в общем-то, Энигма теряет Ну, довольно много юнитов, казалось бы Но не теряет экономику Странная довольно атака По потерянным ресурсам получается, что Тело очень сильно позади И он уничтожил только одну пробку Я, честно говоря, не до конца понял, куда делать группу Бейнов, которая была слева Может, она там во что-то взорвалась В любом случае, Тело отступил Атака реально не увенчалась успехом Но зато выиграл время Тело У него делается ультралис каверн Адреналин 2-2 И в перспективе грейды 2-2 на всего 1-0 Протоса Это очень неплохо Тело видит эту атаку соперника Ставит пятую и шестую хату Синий зерк Просто наглость Тело не знает предела Пошел, слился Поставил еще две базы Но при этом, да Дронов все это время не так много у Тело Но все равно их В принципе, достаточное количество Для хороших производственных мощностей Здесь Архон сидел в призме И, конечно, он очень серьезно поможет Тело возвращается на мейн Своей основной армией с кучей Бейнов Тут еще есть группа собак Которая готовится, кажется, к контратаке Архон был взорван Есть еще один, который едва выживает Потеряв все щиты И сейчас просто с разных сторон будет нападать The Little One Посмотрите, как красиво он это делает Он мгновенно съел этих Архонов Дальше остаются голые зилоты И Тело эту армию разбирает Здесь остается только один Архон Который выживал на 10 хп Да, новый доварп зилотов Но, я думаю, честно говоря, эти зилоты Сейчас не главная проблема Вот пара имов и Архон Это неприятно Поэтому Тело пока ждет новые порции Бейнов Тело видит, что Архон остался беззащитный Съедает его Там морфица новый Архон спора Перекопалась под варпризму Эти споры уничтожают фениксов Зилоты в минеральной линии Вот где у зерга главная проблема Но Тело как-то, по-моему, все-таки может отбиться Призма, правда, все еще живет и делает доварп Да, вот это очень неприятно сейчас для зерга Ему бы как-то с этими доварпами разобраться Еще одну королеву окружили зилки Спора-спора пытаются перекопаться Охота за варпризму И пошла вот эта королева, может ее добить Королева выжила на 6 хитпоинтах Она может стать героем игры, если добьет призму Нет, королева не успеет, кажется Королева не успеет, ее добьют зилоты Точно, и споры добьют зилоты И призма будет жить и продолжать делать доварпы Всего 55 лимита остается у ТЛО Всего 55 лимита, но споры продолжают ползать Забудьте про мем имени ползучие споры У нас есть новые, в смысле, ползучие плетки Вялые ползучие плетки И, в общем, всего остального У нас есть новый мем, это ползучие споры Которые уже вторую игру подряд пытаются Все-таки закопаться там, где надо Но эта призма просто неубиваема Появился слон! Вот это поворот! Друзья, в нашей игре появился новый супергерой Новый супергерой, который начинает свою войну Он защитит своих королев Свою родную землю Нет, он не защитит королев, кстати Спойлер Королевы все умерли Но слон продолжает воевать Хата даже уничтожена А слон все еще воюет У него 9 фрагов Нате вам варпающийся зилотархон На красных хитпоинтах Был уже уничтожен Слона тут почти затерзали На 14 хп Он отступает с зилот и к нему Касаются На 3 хп выживает слон Спасибо патчу Просто хэштег Спасибо тому самому патчу Который нерфанул Зилотов нет! Слона! Слона! Слона на 1 хп! Сохраните! Зилот был в погоне За слоном Слон на 3 хп! Живи! Нет! Добили его архоны Фантастическая битва Продолжается у Энигмы Все это время Очень много лимита Он уже 4-ый Некса ставит Но знаете за счет чего Держится ТЛО? За счет 2-2 на 1-0 Грейнды фантастические Конечно у Дарио И мы видим что зерк В принципе по прежнему На нормальном количестве хат У него там даже 2 слона в заказе У слона вот нет Чего? Грейда на скорость Но честно говоря Мне кажется и без него Все окей А тут внезапно Контратакует ТЛО Контратакует весьма недурно Забирает у Энигмы Серьезную часть Его добывающих мощностей Еще один слон вышел Иммортал подошел Не-не-не С Имморталом шутки плохи Слону надо убегать Энигма На ту самую призму Делает уже какой-то 20-й наверное варп ТЛО плюет на свой мейн Он потерял здесь Ультралис Кеверн И у него теперь останется Сколько? Два слона Но он дублирует Ультралис Кеверн На другой локации Энигма решил Что ему неинтересно Убивать мейн По итогу Ой-ой-ой А еще Энигма решил Что ему неинтересно Закрывать эту стенку И это он Определенно зря так решил Потому что тут и пробки в минус И база в минус И вообще все на сайте в минус ТЛО тоже потеряет Новую добывающую локацию Ну как новую Новую старую Пытается вернуться сюда Зерк В это время он съедает Еще и Нексус на мейне И никак этому не может Противодействовать Энигма Энигма потеряет сейчас Нексус и на мейне И на натурале У Энигмы по-прежнему Гигантский лимит Но Как-то чем дальше Тем больше сомнений Что он может эту игру выиграть Тут дерутся слоны Окружен и Мортал И Мортал был уничтожен Теперь по слонам Нет какого-то прям Супер ДПС Есть только зилоты С архонами У них плохие грейды Слоны с дополнительным армором Слоны с 2-2 Зерклинги с 2-2 И Адреналином Тоже помогает И ТЛО просто съедает Армию Энигмы У ТЛО больше лимита ТЛО вышел вперед по лимиту Он съедает Темплар архива Архонов больше не будет Фантастика Продолжается здесь Уничтожение инфраструктуры Протоса Энигма окопался На одной базе Которая потихоньку Истощается Он сделал там Какой-то еще один Даварп ТЛО тоже остался На одной базе Хотя у него есть Хайв Но самое главное Конечно это грейды Они фантастически Крутые у ТЛО Что если у Энигмы Две призмы С двумя имморталами И тремя архонами Ну и еще 7 зилотов есть Новый Даварп Делает Энигма Энигме очень сильно Сейчас не хватает Темплар архивов Был бы еще один архон Архоны в такой ситуации Это капитал Посмотрите 23 убийства У одного из архонов ТЛО снова пробегает Группой собак Просто видимо Будет отвлекать соперника Да Будет съедать Какие-то варпгейты Делает Даварп на свой Мейн Энигма ТЛО Начинает прям Грызться с этими Зилотами И съедает их всех Да Грейдованные линги Вообще фантастические Вещи вытворяют Но наверное Вот этот зилот справится А здесь просто Широким фронтом Готовится наламываться ТЛО Всем что у него есть Ай Ай Слонник Слонника зажали Растерзали Минус ультрали Скеверн Все Это будет последний слон На карте Станет ли он Убийцей Героем Покажет время А пока Время показывает Что у Энигмы Тут просто Не будет экономики Никакой Вообще В принципе Рекол пошел На Нексус Нексус пытается добить ТЛО не успеет Рекол состоялся И пошло Сразу же сражение Слон дерется С Архонами Он успеет Добить одного Но второй Уничтожит самого Слона И по итогу Что Энигма остается С двумя Пробками Но у него есть Тот самый Архон У которого 30 фрагов Есть 3 иммортала Которые впрочем Сейчас абсолютно Бесполезны Потому что На карте остались По большей части Собаки И здесь еще Экшен Можно попробовать Пул забрать У ТЛО У ТЛО всего 25 лимита Остается Энигма вернулся Домой Понимая что На самом деле Сейчас У него все здорово И надо бы там Не проиграть По элиминейту Да Здесь группа собак Появилась Начинается сражение У Энигмы Есть 2 призмы Для того чтобы Микрить зилотами Фантастика Какая-то пошла Энигма Засейвил Всех зилков Но ТЛО здесь будет добывать Надо все-таки Идти вперед Наверное Да Одна пробка Качает газа Где вторая Вторая была Где-то на мейне Спрятана Ну У Энигмы Очень много газа Ему конечно Как-то набрать Минералы На Templar Архива Но у него же Даже Твайлайта Нет А Ну это безнадега Ему на Templar Архива Надо в сумме 300 минералов Лучше уж Трех зилот Ворпануть Тогда Точнее Потом еще На одного Архона Надо 100 минералов 4 зилота Внесут Наверное Больше профита Чем один Архон Ну мне так кажется Хотя может Оно того и стоит Сидеть терпеть До Архона Но в любом случае Да У Энигмы Всего 2 пробки Ему надо Очень неплохо Тло бегает Какими-то собаками Там пытается Съедать Одиночных зилотов На самом деле У Тло 20 собак Сейчас Есть Архон С плюс 3 Ой простите С плюс 3 С плюс 1 Который этих лингов Уничтожает А тут Подождите Фатонка Не работает И можно просто Добить Нексус Это последний Нексус Энигмы Это проблема Домой возвращаются Призмы Здесь имморталы Просто пришли Убивать хату Нексус 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 Уничтожен Энигма Остается Без Нексусов Совершенно Все Он в этой игре Больше никогда Не будет добывать А Тло Начинает Просто ставить Прокси хаты Ему надо Выживать У него есть 15 собак Конечно Армия Энигмы Куда сильнее Но проблема В том Что Энигма Во-первых Свою армию Продолжает Отдавать по частям И во-вторых Да Сейчас Энигма Не может Просто идти в атаку Бегать всей армии Ему надо Делить армию То есть Армия Энигмы Сильнее Но если Вот взять Ту часть армии Которая будет Без Архона Допустим Два Эммортала Три Зилота Да А в другой части Три Зилота Архон Мне кажется Та часть Где два Эммортала Три Зилота Она не супер здорово Будет драться Против этих собак Хотя есть С другой стороны Призмы для контроля В общем Не знаю На самом деле Задача Энигмы Не очевидна Энигма Возвращается домой Двумя призмами Три Эммортала Просто уничтожают Все здания Которые есть Даст Вопрос Как вы думаете Даст тут что-то Эмфестер Я думаю Все-таки нет Неврального паразита Нет Правильно Микоз 1 Да это на самом деле Ничего не решит Наверное Тло возвращается Домой Своими собаками И одновременно С брудлингами Он наламывается На Эммортала Снова очень красиво Все делает Тло И он почти не теряет Здесь собак Было 15 Осталось 10 Но соперник Потерял всех Эмморталов Остались только Зилоты И архон И уже пошла добыча У Тло Об этом ничего не знает Энигма Правильно Да он не видел Эту хату То есть он не знает Где на самом деле Находится Его соперник Тут смотрите Как призма Разложилась И дала энергию И шилд беттери И фотонки Не-не-не Ничего не сделает Тут Тло Ничего не сделает Не Он только будет Терять собак Так Интересно Вторая призма Он просто летает И пытается понять Вообще Где Где хоть какая-то Добыча Тло пока не Восстанавливает Пул Пока он просто Строит дронов Высадил в итоге Да правильно Сделал Энигма Высадил Одного Зилота Почему он это делает Потому что ему нужно Быстрее пробежаться По всем базам И понять Где добыча Если он просто Будет летать призмой Пройдет слишком много Времени То есть да Он подарит Сейчас Тло Одного зилота Но по крайней мере Он исключил уже базу Здесь И исключил базу Здесь И вполне вероятно Да он успеет Увидеть крип И найти базу Здесь То есть он Подарил этого зилота Абсолютно правильно Своему сопернику Теперь он знает Куда нужно выступать В атаку Итого У Энигмы Есть опорный пункт Здесь Есть призма Где один архон И зилот Попытаются решить Вопрос Десяти собак Тло уже Уводит Отсюда Дронов У него уже Восстанавливается Хата на мэне То есть он Уже готовит План Б Здесь он прям До последнего Добывает Дронами Только одного Оставит Чтобы создать Видимость Ой-ой-ой-ой-ой Смотрите Как я боюсь Этой призмы Как я к ней Не готов Наверное Мои Энигма Должен понимать Что не все так просто 35 убийств У его архона Что будет делать Тло своими собаками Непонятно Дроны возвращаются Домой Сейчас у них пойдет Ну как Не сейчас Скоро у них пойдет Добыча здесь Да Тут было бы здорово Съесть еще одного Зилка Это понимает Зерк Зерк будет нападать С брудлингами Это понятно Но с другой стороны Как только хата Будет уничтожена Юнитов Можно просто подобрать Призмы И все Нужен пул Тло И нужно либо больше Собак Либо королева Для того Чтобы бить призму В противном случае Конечно Тло вряд ли Сможет Чего-то добиться Нужен пул Зергу Это точно Но сейчас у него Пул появится Вообще тут 6 дронов Они довольно быстро Добудут Сразу плюс 30 минералов Потом еще буквально 4 ходки И все Готово Да-да-да Заказывается правда Следующий дрон The Little One То есть он не спешит Здесь снова разделилась армия Снова побежал отдельно Зилот Полетела отдельно Призма Призма Просто игнорирует Всех этих оверлордов Это правильно 14 лимита на 13 Продолжается борьба И находит Находит хату соперника Энигма И что? Линги готовы воевать Здесь один архон Больше ничего Линги его окружают Энигма Энигма контролит И похоже Что у этих лингов Просто нет шансов Против призмы С архоном Архон очень битый Но Просто убегают От него дроны Фантастика Пытаются как-то Расползаться дроны В разные части карты Но похоже Эта призма Будет просто Неубиваемой Господа Просто неубиваемой Призма С архоном Киллером Приносит победу Энигме Сколько фрагов 50 На этом Прекрасного юбилея Мы поздравляем Энигму с победой И переходим К третьему Самому невероятному Матчу Матчап Протоса Против Тирана В левом нижнем углу На карте Эвердрим Появляется Американский Тиран Альфа-Х Виндикта Его соперник Под баркодом Российский Протос Миндель ВК Еще один игрок Из России Который Скрываясь Под баркодом Сейчас попробует Продемонстрировать Виндикте Всю мощь Российского Старкрафта Что в принципе Уже сделали До этого Ваня и Энигма Своим оппонентом Из Финляндии Германии Дропе Канады Соответственно Ну В этом Незеркальном Матчапе Точно не будет Ползущих Куда-то С паровых Колоний Но я думаю Их уже было Более чем Достаточно Здесь будут Другие Вкусности Я вам скажу честно То что я увидел В этой игре Ну это для меня Наверное Одно из самых Увлекательных Приключений Которые я Когда-либо видел В Старкрафте Прям вот Без малейшего Преувеличения Вы поймете Вы поймете Главное Просто Расслабьтесь Давайте смотреть Хороший Старкрафт Вместе с вами Твайлайт У Минделя Роботикс Дворяются гейты И в Твайлайте Делается не какой-нибудь Блинк или Чардж А Грейт На скорость Атаки Адептам Что касается Виндикты То у него Освобождается Техническая Лаборатория Для Старпорта Прежде всего И в Старпорте Оказывается Банша С невидимостью В принципе Пока все выглядит Так Не очень понятно С точки зрения Дальнейшего Сценария Развития игры Потому что Предельно очевидно У Тоса будет детекция Предельно очевидно Что Террен делает ставку На юнитов Которые хороши Против адептов Да Танки Банши Адепты по воздуху Не бьют Против танков Бонусного урона Не имеют Но конечно Надо сделать Серьезную поправку На то что Миндель Достаточно много Гейтов Добавляет И он уже Остановил Своё производство Пробок Их будет 38 И всё Больше Миндель Ничего Делать Не собирается Что касается Виндикты То Он Понятное дело Играет просто Стандартное макро Он будет и дальше Строить рабочих Играть от оборонных А расить баньшами Ну в общем Рисунок игры Примерно понятен Посмотрите кстати Как Миндель Расположил Сталкеров Он скорее ждёт Какого-то дропа мин Но баньша Летит именно сюда Ап сервер будет В общем Ситуация пока Очень благоприятная Для российского Протоса А Виндикта На самом деле Не просто играет От оборонных Он-то ставит Третий командный центр Он идёт в макро Но при этом Он ещё Идёт вперёд с танком И будет как-то Соперника пушить И как вы понимаете Страсти в этой игре Накаляются Очень быстро Потому что К этим адептам Естественно Терен Не готов никоим образом Более того Его армия уже находится Где-то там В центре карты А баньша Спалилась на третьем Нексусе Который Ставил Миндель Миндель рассчитывал Вот так похорасить адептами Перейти в макро Посмотрим в итоге Кто и в какое макро В этой игре перейдёт Потому что Марики с танком Уже здесь И два сталкера Точно не справятся Со всем этим добром Баньша Баньша Успеет ли войти в стеллс Баньша просто Стреляется со сталкерами Но В итоге она теряется Потому что Именно здесь По большей части Воюет сейчас Виндикта Очень много Севишек Против этих адептов Сорваны Но похоже что Адепты всё равно Очень хорошо Повоюют Танк красиво В самую гущу Адептов даёт залпы Правильный микроконтроль От Виндикты Однако этот танк Сейчас может быть Растерзан Нет Предпочитает Телепортироваться Миндель А тут-то уже Морпехи с танком На мейне Миндель сделал ещё Один товар По адептов И он начинает Этими адептами Разбирать Морпехов Одного за другим Миндель явно Отбивается дома Да с серьёзными Потерями Остаётся всего-навсего 16 пробок Но самое главное Что Миндель Будет жить А вот Отбивается ли дома И с каким запасом По ССВ Будет жить Дальше Виндикта Вопрос Пока 16 на 16 Мы видим ситуацию И два танка есть Миндель Тем не менее Останавливаться Не собирается Он восстанавливает Своих пробок Он Снова Пускает вперёд Адептов С их тенями А Виндикта Летит в контратаку Баньшами Интересно Как сейчас Будет действовать Миндель Виндикта Снова Берёт танки Идёт в атаку А Миндель Именно в этот момент Врывается вар призмой Неужели это снова Размен Тут Перехватывают Баньши Адептов Да Адепты уже Никуда не придут Максимум Один Тут телепортируется Но и то Он Не прошёл Мимо ещё одного Танка Миндель Высаживается Прямо на этот Танк Виндикты Но Виндикта Готов танк Вычинивать Всеми своими Может не быть денег На вычинку танка По большей части Сейчас добывают Газ Остальные рабочие Сорваны Здесь что начинается Здесь прилетели Баньши А где обсервер Обсервер есть рядом Сталкеры пытаются Объединиться И вместе с обсервером Начать войну Против этих баньшей Танки где-то застряли В центре карты Здесь какая-то Жесть происходит Виндикта Таки разложил Танк Призма Минделя Полетел на натурал Баньши вынуждены Отступить от сталкеров С обсервером Мол бросается Для того чтобы Вычинить красную баньшу Красиво играет Виндикта Здесь он просто улетает Орбитальные станции Миндель понимает Что наверное так просто Не взять штурмом Эту позицию С морпехами И с танком Или взять Или взять Просто вот так вот Нагло прилетает Призма прямо на танк На танк пока Есть деньги на вычинку Но не хватает Не хватает Просто скорости Вычинки от этих ССВ Уничтожен танк Здесь продолжается Осада натурала Минделя Но Миндель уже Отдает свой второй Нексус Виндикта Просто улетает Орбитальными станциями И продолжает Продвижение вперед Тут всего 4 сталкера Этого не хватит Естественно Против той армии Которой есть у Виндикты Миндельу нужен еще Доварп Миндельу нужно еще Немного времени Он красиво разбирается С этой парой Морпехов Надо бы еще До варпы сделать И потом Как-то может быть С пробками напасть Ничего же ждет Миндель Да Миндель делает До варт Наверное он ждал Кулдауна На варп Гейты Мул как здорово Помогает своей Вычинкой И две банши В любом случае Выживают Но подоспели адепты С другой стороны Севишки приехали В атаку Призма возвращается Сталкер на красный ХП спасается И начинает контролить Призмой со сталкером Миндель Нет он потерял Он потерял этого сталкера Но он доварпывает Еще пару Обсервер есть Две банши Здесь живут Контроль Призмой со сталкерами Банши не справятся И минус одна из них Прямо сейчас Четыре пробки Остается у Минделя Ооо Призма полетела вперед Здесь виндикта криво Сел орбиталка Ребят Ему тупо не до того Чтобы орбиталку Приземлять ровно Это нормально Еще банша летит Тут два сталкера И одна банша Очень битая Она летит на мейн Как раз в этот момент Вторая банша Прилетает на натурал И еще минус одна пробка Миндель возвращается К добыче Можно дальше продолжать Пробок делать Нормально Здесь призма летит Она должна заблокировать Добычу на этой базе Но не знает Не знает Миндель Что добыча идет Банши с разных сторон Разводят пользу И с тем что Только один обсервер дома Фантастическая игра От виндикты Всего одна пробка Осталась у Минделя Но есть деньги на новых А здесь снова Врываются адепты Миндель все еще не понимает Да только сейчас Прилетел обсервер Он понял где добыча А там уже Хватило денег На заказ еще одного танка Продолжает Миндель Восстанавливать Свою экономику У него добыча Точно будет Ему просто нужно Время на то Чтобы восстановиться Вот будет ли Хоть какая-то Добыча в виндикты Вопрос Севишка на красный ХП на одном ХП пытается Убежать Не знаю Удастся или нет Здесь танк И Банша Против трех адептов Воюет Одна Севи на карте Вот она Вот она За ней гонится Призма Но призма Пустая Фантастика Будет ли раскрывать призму И делать Да варп Миндель Чтобы убить Севишку Нет Последний рабочий Терна останется В живых Уже появился еще один Они отстраиваются В орбитальной станции Приземлилась Вторая орбиталка Один Марик Второй появился Танк И три баньши есть Адепты Телепортировались Минус Севи Минус Марики Летит еще одна баньша Сюда Так Постойте Постойте Уже три баньши Здесь объединились Он снова мула бросил Он мула бросил И вычинил баньшу Просто красавчик Тут один адепт Едва спасается Приземлил мула Виндикта 20 лимита на 12 Но три баньши На всего двух сталкеров Понимаете В чем проблема И баньшей уже Вычинил Виндикта Третий сталк Появляется у Минделя И снова пошел контроль Варпризмой Ты не убьешь Этих сталкеров Ты не убьешь Даже пробок Миндель Уводит пробок Из-под залпа Баньшей Фантастический контроль Варпризмой Что вытворяет Миндель Он пытается Разобраться С этими баньшами Там две На краснющих Просто хитпоинтах Как они живут Непонятно Баньши Всех пробок Добили ровно 50 минералов Осталось и Три битых баньши Миндель Одной призмой Одним сталкером Пытается Этих баньши Убить Они все живут 10 10 10 хп 9 4 6 Фрагов Соответственно Фантастика Танк едет Вперед Адепт Мчится Выбивать У соперника Добычу Здесь зачем-то Тоже Один адепт В призме Упс Надо уходить Надо пускать тень Адепт Танку проиграет И даже Два адепта Проиграют Миндель Получил Что? Еще одну пробку И он идет В размены Естественно Смысл драться С этим танком Пока соперник Не набрал денег На еще один танк Нужно идти в контратаку Уже в Виндикты Больше лимита Но эти баньши Они рассыпятся Все от одного сталкера А как вообще У баньши стало 9 хп Вместо 10 Никто не знает Как это вообще возможно Ладно Может на нее подышали Другие баньши Не знаю Не знаю что там произошло Накопил денег На еще один танк Или на еще одну Баньшу Виндикта И снова Мул приземлился А танк Пришел Отсекать Этих баньшей От сталкера Но можно Высадить сталкера Прямо под танк Минус одна баньша Минус вторая Все Осталась одна баньша У Виндикты Всего одна баньша Остается у Виндикты Но Миндель Потерял последнюю пробку У него ноль У него ноль минералов То есть он может надеяться Только Нет подождите Уже 50 Я не знаю что там происходит Ладно 50 минералов у Виндикты Он еще сможет восстановиться Здесь адепты примчались Еще один мул Еще один мул Бросается чтобы выбить танк Или выбить мулов Я не знаю чтобы выбить что-нибудь Живет сталкер Живет сталкер И неужели минус танк И минус баньша Минус танк Остается баньша Баньша Виндикты улетает На 50 хп Нормально Есть по прежнему призма Со сталкером Это будет работать Это будет работать Никогда эта баньша Не убьет сталкера Если миндель не будет втыкать Миндель снова заказывает пробку Стоп 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 Тут два морпеха Тут два морпеха Важно пробку сейчас не потерять Ни в коем случае Ну вроде нормально получается Спасительная призма Для второго подряд Протаса Миндель кстати побоялся Он отменил пробку Он реально побоялся Что снова будет какая-то беда А здесь новый танк появился Да ладно И у минделя всего один сталкер И он этим сталкером Сейчас попробует полететь вперед И выиграть игру Да ему нужно сохранить эти деньги На пробку Но он не успеет Здесь появился новый танк Здесь будут новые юниты Один сталкер не справится Джи-джи Виндикта Выиграл Просто феноменальную игру В которой миндель перепробовал Все Все варианты микроконтроля Все варианты добиться к успеху Но К успеху он все-таки не приполз Не пришел и не прилетел Потрясающие игры Спасибо нашим ребятам Которые делятся своими реплеями Обязательно Вы дорогие друзья Подписывайтесь на канал Делитесь своими отзывами В комментариях Для вас работал Алекс 007 До новых встреч Всем пока и удачи Услышимся Субтитры сделал DimaTorzok